В этом выпуске вы увидите прогулку по корейскому магазинчику Тысяча мелочей, распаковка покупок, а еще мы будем пробовать новые и интересные сладости. Оставайтесь с нами. Одна из покупок, которую я сегодня совершила. Вот. Внутри. Всем привет, меня зовут Катя и добро пожаловать на мой канал, который называется Аки Мунстер. Вы наверняка уже видели меня в ТикТоке, хотя, наверное, никто и не видел. Неважно. На этом канале я рассказываю и показываю свою жизнь в Южной Корее. Здесь я уже давно, около больше пяти лет, ну почти уже шесть в этом году будет. И пробую различные корейские вкусняшки, сладости, вообще блюда. Так что, если вам интересен такой формат и вам интересно смотреть про Корею, то оставайтесь со мной. Сегодняшняя тема нашего видео это ее нет. На самом деле я хотела показать свои покупки, которые я совершила утром в Дайсо. И я купила там даже что-то съестное. В конце я буду пробовать это самое съестное. И я надеюсь, меня хорошо слышно, потому что я недавно нашла микрофон свой старый. Я вообще думала, что он потерялся, его нет. И он немножко поврежден. Но, как я поняла до этого, что он более-менее записывает звук. А сейчас мы отправляемся немножко в прошлое. Я вам покажу кадры из Дайсо. Сначала я хотела оставить звук на видео, чтобы вы полностью прочувствовали атмосферу Дайсо. Но потом вспомнила, что там может играть какая-нибудь песня с авторским правом. Поэтому передумала. Как вы уже наверняка знаете, что в Дайсо есть практически все. И здесь есть небольшая особенность некоторых товаров. Они почти каждую неделю меняются на новые. И предыдущие товары больше не завозятся. И еще я очень давно хотела сделать накопительный счет в виде бонусов. Именно в этом магазине Дайсо. Но как-то не хотела заморачиваться. И уже больше пяти лет я не делала это приложение, этот счет накопительный. А сегодня сделала. И я очень рада. Буду копить и потом их использовать. Теперь я вам покажу свои покупки. Это, кстати, сумочка. Это одна из покупок, которую я сегодня совершила. Очень давно хотела подобную сумку. И в Дайсо она появилась. Кстати, мне нравятся цвета. Это такое что-то коричневое. И вообще тут вся коричневая какая-то, желтая. Такая, ну, вроде бы теплая и уютная. Ладно, продолжаю. И ткань здесь очень плотная. Мне нравится не только плотность ткани. Вообще ткань. Мне нравится цвет и форма. Мне кажется, она будет удобная. Стоила она всего лишь 3000 вон. Так. А теперь посмотрим, что же у нас внутри. И будем понемногу вытаскивать, извлекать и показывать. Первое, что я вам покажу, это вот такие шарики и вот палочки-держатели для шариков. У моей дочери в конце этого месяца будет день рождения. И нужно подготовить шарики. И я решила, что нужно вот такие. Попробую делать из них всяких собачек. Может быть получится, не знаю. Далее оно не самое интересное. Но я вам просто покажу. Это обычный освежитель воздуха, который стоит 2000 вон. Это мне для самодельных брелков. Я вяжу. И мне вот это нужно. Кстати, насчет съестного. Вот. Я увидела вот эту печенюшку. Это какая-то, если честно, я не буду врать. Я не знаю, но как я предполагаю, что это какая-то традиционная печенька корейская. Я ее раньше пробовала. И поначалу она мне нравилась. Но потом, может быть, я где-то не там купила. Она была слишком жирная или слишком маслянистая. Короче, вот такая. Вот. И я решила вам показать. Может быть, это тоже вкусное. Потому что они мне изначально нравились. Будем пробовать. Дальше желейки. Желейки. Кто же не любит желейки? Это просто обычные желейки разных вкусов. Будем сегодня пробовать все. Следующее, что я нашла, это тоже желейки. Но только... Это получается даже не желей. Не желей. Это мармелад в виде каких-то скорпиончиков. Да. Стоит это полтора тысячи вон. Тысяча пятьсот вон. Да. А то желейки стоят тысяча вон. И вон та печенюшка тоже стоит тысячу вон. Я на секунду подумала, что раньше такое вот меня интересовало. Но я это никогда не покупала. Почему? Я не знаю. А сейчас у меня заиграло детство в одном месте. Да ладно. В принципе, какая разница, сколько мне лет? Почему я не могу это тоже попробовать и это же съесть? Возможно, я сейчас это распробую. И мои дети потом... Ну, я буду знать, что они будут есть. Если вдруг... Ну, типа я же буду все это пробовать и знать, какое оно на самом деле. Вот так. В этом есть небольшой плюс. И давайте мы сейчас начнем вот с вот этих мармеладок. Как раз таки. АСМР распаковки мармеладок. Я не смотрю в камеру, потому что я еще не привыкла к этому. А вот они. Их здесь четыре. Давайте, знаете, я попробую одну. Я попробую одну, потому что я уверена почему-то, что они одинаковые. Возможно, это лимонная, вот эта желтая. А эта клубничная. Ну, в принципе, тут ничего интересного такого нет. Но просто посмотрим на ее структуру. Я так много болтаю. Будем пробовать вот это. А, тут написано. Пахнет просто ягодами. На самом деле, скорее всего, они все одинаковые. Отвалилось. Ой, отвалилось. Такая, знаете, кисленькая. Блин, прикольная. С кислинкой такой. Смотрите на это. Это спайдермен. Это прикольно и дешево. Может быть, мне снимать СМР с едой. Конечно, у меня не получится прям так эстетично, как делают это многие. Ну, да ладно. Сейчас мы попробуем вот эту печеньку. Пахнет, знаете, она таким жареным. А возможно, она и жареная. Она прям пропитана очень сильно маслом. Пахнет немножко медом и жареным хлебом. Внутри. Вот такая. Ну, что так. Смотрите, здесь, кстати, вот. Это, видите, цветочка. Теперь мы пробуем эти желейки. Их тут 4 штуки. Поэтому пробуем все. Вот здесь нужно открывать. Пробуем. О, она брызгает. Это блюбери. Ничего такое. Дальше мы будем пробовать пич. Персик. Ма, персик. Вот такое. Ничего. Ай, то он брызгает прям. Это манго. Не очень. Обычная желейка, на самом деле. Но, ну, таким ягодным вкусом. Кстати, ярко выраженным, в принципе, все похоже. Но она такая легкая, кстати, и, наверное, не калорийная. Можно и употреблять тем, кто на диете. Так, дальше у нас. Это, кстати, не яблоко. Это написано личи. Честно? Я не знаю, что это значит. Потом, короче, я узнаю. Потом напишу. Сверху где-нибудь. Опа. Ну, короче, вот так. Ну, я все сожрала. Вот те мармеладки до этого, которые вы видели, они мне понравились больше, чем... Ну, печенька тоже нормальная. Если хотите, попробуйте, потому что насчет печеньки у всех вкусы разные. Поэтому, возможно, она вам прям очень понравится. Посмотрите на этих маленьких щенят и котят. Они просят поставить лайк на это видео и подписаться на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Это конец видео. Я надеюсь, мы увидимся с вами в следующем. Пока! Пока!